А вы в курсе, почему медики рекомендуют обращаться в поликлиники не реже одного раза в год, даже если их помощь не нужна? Пока! А чтобы меньше было проблем со здоровьем? Потом! Многие об этом знают, но не обращаются. Многие, но не все. В их числе те, кто не отказывается от профосмотров, прививок от гриппа и не только. Об этих и других важнейших методах профилактики заболеваний и пойдет сегодня речь. А помогут нам войти в курс дела здорового духа и тела специалисты старейшей поликлиники курорта Сочи под номером 1. Возглавляет ее потомственный сочинский врач, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Владиславович Гордон. Сегодня перед отечественным здравоохранением стоят достаточно сложные задачи. Это снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни. Скажите, насколько это реально сегодня и что могут делать в этой ситуации врачи? Ну вот в частности в вашей поликлинике, к примеру. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным перед отраслью здравоохранения поставлена задача по усилению роли и эффективности профилактических мероприятий. Сегодня сочинское здравоохранение работает под непосредственным контролем Министерства здравоохранения Красноярского края. Это дает нам очень много и в первую очередь мощную методическую поддержку. Своевременная помощь, достаточное снабжение тяжелой техникой, быстрое взаимодействие позволяют нам активно работать с нуждами и проблемами нашего населения. Как никогда сегодня оперативно решаются вопросы диагностики и лечения сложных заболеваний. Оперативно решаются вопросы высокотехнологичной медицинской помощи. А это и протезирование суставов, различные локализации, это стентирование и другие оперативные вмешательства, выполняющиеся при заболеваниях сосудистой системы, которые сегодня выполняются частично в Сочи, частично в Краевом Центре. Ведущими хирургами, великолепными специалистами. Сегодня врачи первичной медико-санитарной помощи, которые относятся к поликлинике, могут сделать очень многое для решения задач, поставленных правительством Российской Федерации и лично президентом нашей страны. В рамках снижения заболеваемости, частоты первичного выхода на инвалидность, увеличения продолжительности жизни и создания условий для активного долголетия и повышения качества жизни наших пациентов. Это широкий спектр профилактических мероприятий, лечебно-диагностических и, собственно говоря, лечебных и реабилитационных медицинских мероприятий. И все это в рамках поликлиники можно делать? Самое главное – это преемственность. Что-то мы делаем на уровне поликлиники. Следующий спектр задач мы можем решить на базе профильных отделений стационара в городе. И сегодня для сочинцев открыты двери ведущих краевых центров. Известно, что у любой болезни легче предупредить, чем лечить. И, насколько мне известно, существует достаточно широкий комплекс профилактических мероприятий, которые направлены именно на это. Вот что это за мероприятие? Спектр профилактических мероприятий действительно очень широк. Это и дни здоровья, это работа участковых терапевтов. Но, в дополнение, я хочу сказать, что у нас проводятся и специфические методы профилактики заболеваний. В частности, это вакцинация. Сейчас активно идет вакцинация от гриппа. И отдельной строкой я бы выделил профилактику онкологических заболеваний туберкулеза. Хочется отметить перманентное внимание администрации Краснодарского края, Министерства здравоохранения Краснодарского края к этой проблеме. Лечебно-профилактические учреждения первичного звена снабжаются тяжелой техникой. Современные флюорографы, мамографы. Благодаря технической оснащенности нам удается проводить скрининговые исследования наших пациенток и выявлять онкопатологию на самом раннем этапе, благодаря чему мы можем бороться с этим тяжелым заболеванием и предвосхищать тяжелые запущенные случаи онкопатологии. Благодаря Министерству здравоохранения Краснодарского края в этом году мы получили современную видеостойку для проведения колона и гастроскопии. Мы имеем современные мамографы и флюорографы в нескольких наших подразделениях, что позволяет нам работать несколько смен и принимать всех пациентов, нуждающихся в инструментальных методах исследования. Похвата населения первая поликлиника самая большая и не только в Сочи, но и в Южном федеральном округе. И обслуживает пациентов от микрорайона Мамайка до Светланы. А это 140 тысяч человек. В составе медучреждения 7 подразделений. Одно из них находится на улице Абрикосовой. Именно сюда, из краевого центра, и был доставлен новый суперсовременный аппарат для исследования желудочно-кишечного тракта. Это уже современное оборудование, которое позволяет делать достаточно полное обследование и желудка, и двенадцатиперстных кишки, и луковицы, и пищевода. С получением этой видеостойки мы можем гораздо больше времени уделять профилактике онкологических заболеваний, что имеет огромное значение для раннего выявления онкозаболеваний у населения и своевременной борьбы с этими заболеваниями. Поскольку все знают, что чем раньше будет выявлено заболевание, тем у больного больше шансов на благополучный исход и на длительную продолжительность жизни в случае, допустим, оперативного своевременного вмешательства. Опять же, данная аппаратура имеет более оптимальные размеры для проведения исследований. Рабочая часть стала заметно меньше по сравнению с оптическими эндоскопами. То есть, вот эта часть эндоскопа, которая вводится пациенту, желудочно-кишечный тракт, она имеет меньший диаметр. Соответственно, это гораздо легче переносится при обследовании с самим человеком, чем старое оборудование. На окончании эндоскопа находится цифровая камера высокого разрешения и выходы светодиодного осветителя, который позволяет проводить обследование при естественном свете. спектр этого излучения, он близок к естественному свету солнечному, поскольку глаз человека воспринимает его лучше всего. Чтобы не было искажения цветов, поскольку мы должны точно знать, как выглядит слизистая в желудке у пациента, или в пищеводе, или в кишечнике. Если будет искажение, соответственно, мы можем неправильно диагностировать. Источник холодного света. То есть нет никакого повреждающего фактора, как у старых эндоскопов. Соответственно, он более безопасен для пациентов. И позволяет, поскольку светодиодное освещение можно изменять спектр при переключении на видеоцентре, он позволяет проводить дополнительную диагностику некоторых заболеваний, потому что при определенном спектре выявляются признаки, которые мы не видим при обычном освещении. То есть на слизистой могут появиться очаги, которые не видно при обычном освещении на экране и глазом. А при изменении спектра освещения эти очаги выявляются. Что очень важно именно для профилактики онкологических заболеваний. Поскольку обычные заболевания, такие как гастрит или гастропатия, они при обычном свете выявляются достаточно информативно. И поскольку с этой стойкой идет несколько эндоскопов в комплекте, то, соответственно, мы можем обследовать больше людей в течение одной рабочей смены, чем у нас была возможность до этого. Соответственно, сокращается время ожидания людьми процедуры. И улучшается качество обследования, поскольку, сами можете видеть, в этом эндоскопе цифровая камера высокого разрешения и высокой четкости изображения. Все передается на монитор. И, соответственно, размер изображения, который видит врач при обследовании, оно намного больше, чем мы видели, когда наблюдали, допустим, то же самое в оптический эндоскоп. Мы имеем возможность делать биопсию под контролем. Поскольку биопсия выполняется с помощью медсестры, врач один не может одновременно управлять эндоскопом, допустим, и биопсийными щипцами. Медсестра имеет возможность контролировать собственные действия. Раньше, допустим, ей врач это все озвучивал. В данной ситуации медсестра имеет возможность наблюдать все свои собственные действия на экране. То есть она видит, что она делает, где она делает. И это гораздо менее травматично для пациента. То есть исключает какие-то ложные срабатывания во время взятия биопсии. Видеоаппаратура позволяет проводить фото- и видеофиксацию исследования. Ну вот, смотрите, я нажимаю кнопочку на аппарате, аппарат делает снимок. Нажимаю, продолжается исследование дальше. Точно так же существуют еще управляющие кнопки, которые позволяют не изменять контрастность изображения, запускать видеозапись изображения. Вот. Или выполнять другие регулирующие функции, которые существуют на вот этом видеоцентре, работающем с этим аппаратом. Также вот это изображение можно, поскольку это цифровое изображение, его можно обрабатывать на компьютере. Или отправить для консультации в Краевой или в Москву, в какой-нибудь из диагностических центров. А это тоже первая поликлиника. Она единственная в Сочи, которая имеет такое отделение восстановительного лечения. Здесь есть зал ЛФК с тренажерами и настоящая больная лечебница. С целебным набором вводных процедур, что позволяет эффективно проводить реабилитацию пациентов с различными заболеваниями. А в день нашей съемки подразделение первой поликлиники было немноголюдно. Везде, включая регистратуру. Но не потому, что все здоровы. Это, как выяснилось, совсем не случайно. В течение нескольких лет мы реализуем проект «Бережливое производство». В части, касающейся здравоохранения, это проект «Бережливая поликлиника». В рамках реализации этого проекта в наших филиалах создаются доброжелательные регистратуры. Это серьезный, в том числе информационный проект, в связи с реализацией которого пациент получает возможность оперативной записи на прием и быстрого процесса маршрутизации его внутри лечебного учреждения. Взяв талон на прием к участковому врачу или к узкому специалисту, или в регистратуру, или на какие-то виды исследования, он проходит по территории поликлиники в соответствии с маршрутизацией, которая определяет цвет стрелок. Его инструктируют в регистратуре, какому специалисту, в какое время он должен попасть. И все это происходит очень быстро, эффективно, без затрат времени как пациента, так и медицинских работников. В связи с этим резко сокращается время ожидания приема или проведения какой-либо медицинской процедуры или манипуляции. Сокращаются временные затраты медицинских работников, сокращаются экономические затраты учреждений. К морю не ходим дышать морским воздухом дня три и остерегаемся сквозьичков. Ну я не первый раз, поэтому я прекрасно. Очень хорошо, значит вам понравилось. Помогает, да. Помогает. Еще бы, ведь это не просто укол, а прививка от гриппа. Впервые акция вакцинации стартовала в России 19 лет назад, еще в 96-м. С той поры чихать, кашлять, заражать друг другом и стали почти в 200 раз меньше. Такова статистика. А сегодня в числе лидеров по итогам борьбы с гриппом Краснодарский край в целом и курорт Сочи в частности. Эпид-порог в регионе в последние годы в норме. Профилактические меры сделали свое дело. Довольны все. Те, кто услышал медиков. Очень рекомендую всем людям делать прививки от гриппа. Не будете болеть, не будете заражаться. Все будет у вас отлично. Всем советую делать прививку. И сами медики. И они не устают подчеркивать, что сделав прививку... Вы сможете обезопасить себя и от заболевания гриппа, и от тех осложнений, которые грипп в принципе вызывает. Мы ставим очень большие планы перед собой. Мы готовы привить больше 50 тысяч человек. На сегодняшний день, поскольку прививочная кампания практически завершается, мы привили больше 50%. Но традиционно самая активная группа наших пациентов – это пенсионеры, конечно. Потому что они наиболее часто обращаются к врачам по различным вопросам. Поэтому и на прививки они идут, конечно, более активно. Хочу сказать, что в этом году достаточно активно прививаются организованные предприятия. То есть мы выходим на связь с работодателем и прививаем предприятия организованно. Это и учебные заведения, это и гостиницы, это и санатории. Мы работаем с многими предприятиями, которые расположены на территории обслуживания нашей поликлиники очень активно в этом году. Это выездные акции, да? И выездные акции в том числе. Много ли тех, кто впервые пришел на прививку? Да, конечно, таких традиционно очень много, хотя бы потому, что в нашем городе вообще очень большая миграция населения. Поэтому многие обратились по этому поводу впервые в поликлинику. Встретиться с ними нам не удалось. Зато удалось познакомиться с Ольгой Владимировной Павловой, привитой в тот день дважды. Против гриппа я делаю уже третий раз в моей жизни. А против столбняка это будет у меня, ну уж не знаю какая, но она через 10 лет делается. Вот я поэтому и пришла. Ну, потому что, наверное, это нужно делать всем, мало ли что. Порежешься, ударишься, неизвестно, когда подойдет скорая помощь, как долго ты будешь сидеть в приемном покое. Короче, я думаю, что лучше сделать. И то верно, а почему нет. А следом мы выяснили, что прививочный перечень поликлиники достаточно широк. Хочу сказать, что эпидемическое благополучие в стране в целом формируется благодаря вакцинации согласно национального календаря прививок. Против гриппа мы делаем прививки и от других инфекций. Это и АДСМ, прививка против дифтерии столбняка. Это вакцинация против кори, которые, к сожалению, периодически бывают в стране случаи возникновения этого заболевания. Также мы прививаем девушек до 25 лет против краснухи. И мы делаем прививки против гепатита B. Эти все прививки входят в национальный календарь. Они совершенно бесплатные для населения, которое прикреплено к нашей поликлинике. А также мы делаем различным категориям сотрудников, которые относятся к декретированной группе. То есть это особые категории работников. Мы делаем, например, прививки против кишечных групп инфекций. Против гепатита А, против дизентерии, против лептоспироза, против брюшного ТИФа. Ну, с прививками от гриппа все понятно. А эти? Этих прививок достаточно много мы делаем. Ну, во-первых, для каждой вакцины есть свой план вакцинации. Например, мы сегодня с вами видели прививки, делаем от дифтерии столбняка, которая делается каждые 10 лет нашим пациентам. И делается эта прививка пожизненно. Вакцина против кори делается сегодня пациентам до 55 лет с учетом данных о предыдущих прививках. Поэтому каждый пациент осматривается врачом-терапевтом-участовым для того, чтобы определить непосредственно для каждого из них индивидуально прививочный план. А вот уж кто, кто давным-давно тот самый план перевыполнил, так это Тамара Аюбовна – процедурная медсестра. Сколько лет вы работаете в медицине? Ой, 76-го года. Это 43. Вы-то сами прививки делаете? Обязательно. Сколько лет вы прививаете сочинцев? Ну, уже лет 10, наверное. Сколько примерно пациентов бывает у вас в день? Когда человек 40, когда человек 50, когда 30 человек. А вы сильно устаете? Не очень. Это работа. Ориентировочно мы готовы закончить прививочную кампанию к 15 ноября. Поэтому кто еще не успел сделать прививку, пожалуйста, подходите к своим участковым врачам-терапевтам. Вы сами-то привились против гриппа? Нет, я еще не прививаю. Давайте мы вам сделаем прививку сегодня. Не надо бояться, это совсем не больно. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Мы вас сейчас осмотрим и привьем. Сказано – сделано. Из-за дамских очков. Спасибо вам за вашу активность. Вам и вам. Все. Ну, пожалуйста. Я укола не боюсь. Здесь же надо – уколюсь. Что вас привело в поликлинику? В первую очередь, наверное, здоровье. Чтобы пройти диспансеризацию, выявить какие-то недостатки своего здоровья. Здесь, в поликлинике, это все проходит очень быстро, без очередей, без всяких таких эмоциональных нагрузок. Оперативно, эффективно, результативно. Вот главная составляющая всеобщей диспансеризации. В России проводится она с 2013 года. Диспансеризация – это очень важное направление медицинской профилактики, которое утверждено правительством Российской Федерации. И в этом году чуть-чуть пересмотрены сроки диспансеризации. Это очень важная проблема диспансеризации, так как она охватывает комплекс мер, профилактических мер для определения или для скрининг-диагностики онкологических заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания и других заболеваний. С этого года профосмотр и диспансеризация, самое главное, являются для первичного звена, то есть для участковых врачей-терапевтов. Значит, все работающие и неработающие пациенты имеют возможность приходить в любое время, включая субботы, когда у нас поликлиника работает и в субботу и проводит диспансеризацию, профилактические осмотры в субботу. Специально создан именно в субботу кабинет, который работает, и любой пациент, желающий пройти диспансеризацию, а это обязательное мероприятие, может прийти к участковому терапевту по любому адресу, и ему будет назначен осмотр, он пройдет анкетирование обязательно, измеряет артериальное давление, экспресс-методы диагностики, холестерина, сахарокрови, это делается очень быстро у нас, обязательно проводит флюорографию, электрокардиографическое исследование и для женщин мамография, это обязательно. С этого года, чем интересна именно диспансеризация, что с этого года старше 40 лет и другие категории граждан ежегодно проводят диспансеризацию, а не один раз в три года, как ранее. Поэтому все пациенты, все обязаны для своего благополучия, для охраны своего здоровья, обязательно проходить все мероприятия, касающиеся своего здоровья. То есть прийти в ваши действия очень несложные, прийти к участковому терапевту или прийти в регистратуру нашей поликлиники, и все назначено будет сразу же. То есть анкетирование, измерение артериального давления, внутриглазное давление. При необходимости и при каких-то изменениях в анализах, будет после первого этапа диспансеризации, будет назначен второй этап диспансеризации. То есть если где-то что-то у пациента будет или повышен сахар крови, или изменение на электрокардиограмме, флюорографии, будет назначен второй этап, который, в общем-то, немного шире, чем первого. И, собственно говоря, он назначается врачом. По результатам диспансеризации уже пациенту назначается какое-то дообследование. Возможно, здесь мы очень часто направляем в краевую клиническую больницу города Краснодара. То есть консультация проводится кардиологам для того, чтобы, допустим, при обнаружении ишемической болезни сердца пациенту рекомендовывается, возможно, стентирование или другие высокотехнологические мероприятия, которые, в общем-то, проводят не только 4-я больница города Сочи, а также и краевые клинические больницы Очерковского, Краснодар, ну и другие клинические больницы. С каждым годом желающих пройти диспансеризацию становится все больше. И делается для этого немало. Для того, чтобы пригласить человека на диспансеризацию, задействованы силы не только поликлиники, но и страховых компаний. Человек получает СМС-оповещение, телефонные звонки от работников страховых компаний. Его приглашают на диспансеризацию и участковые врачи путем посещений на дому и раздачи буклетов. Нашей поликлиникой специально был разработан вот такой буклет, в котором мы подробно описываем порядок прохождения диспансеризации. И участковый терапевт оставляет свой телефон. И сегодня пациент может записаться на прием в поликлинику через интернет, инфомат, через звонок в регистратуру, через личный прием. А для того, чтобы пройти диспансеризацию, он вообще может не записываться. Явочным порядком прийти, он всегда будет принят в особом кабинете, специально, где будет врач, который занимается диспансеризацией. Вас что-то беспокоит? Нет. Нет. Сейчас Лариса Ефимовна, медсестра, проведет с вами анкетирование обязательно. И вы ответите честно на все вопросы, которые есть. Потом она померяет вам, я просто рассказываю, артериальное давление, назначит, по моему назначению, вам напишет обследование, общий анализ крови, электрокардиограмма, холестерин, сахар и флюорография. А потом вы пройдете, вот забыла сказать, смотровой кабинет, потому что это очень важно для профилактики онкологических заболеваний. Значит, ну, мы уложимся в это в один день. Все. Очень хорошо. Хорошо вы работаете, я знаю. О преимуществах такого обследования Наталья Кубанова знает не понаслышке. Диспансеризацию она проходит регулярно. Очень удобно. Не ходить, не ждать, не сидеть в очереди. Одним днем все получается. Большое спасибо нашим докторам, что так заботятся о нас. Для Елены Меджитовой эта диспансеризация тоже не первая. Довольна приемом, оказанием своей временной помощи. И все было сделано в электронном виде, никаких очередей, ничего. Была очень довольна. Активностью пациентов довольны и медики. И напоминают всем и каждому, как важно вовремя прийти в поликлинику. Уважаемые пациенты, пожалуйста, заботитесь о своем здоровье. Прежде всего, это важно не только нам, но и вам тоже. В любое время, включая рабочие дни и субботу, приходите в нашу поликлинику, городская поликлиника номер один, для того, чтобы пройти диспансеризацию. Это делается очень оперативно, быстро и с заботой о вашем здоровье. Будьте добры, пожалуйста. Согласно мировой и отечественной статистике в сфере здравоохранения, лечебно-профилактическая эффективность мероприятий по профилактике заболеваний крайне высока. Стоимость профилактики 8-10 раз ниже стоимости лечения. Сегодня, благодаря той работе, которую проводит коллектив нашей поликлиники, мы отмечаем снижение уровня заболеваемости по ряду на залоге, стабилизацию демографических показателей на территории обслуживания, снижение уровня заболеваемости гриппом, который мы отмечаем год от года, и рост приверженности населения к проведению данных профилактических мероприятий. Это и вакцинация ежегодно, которую мы проводим, это и процесс диспансеризации, это посещение наших дней здоровья, а значит повышение уровня приверженности населения к здоровому образу жизни. Всегда ли вас слышат? Благодаря помощи средств массовой информации нам удается доносить до населения наши мысли, наши предложения и знакомить население с современными лечебно-диагностическими возможностями учреждений здравоохранения. Ну и напоследок, ваши пожелания нашим зрителям? И от всей души я желаю вам, будьте здоровы!